Жители региона продолжают заключать социальные контракты. Полученные от государства деньги люди тратят на развитие личного подсобного хозяйства и организацию собственного дела. В какую сторону меняется их жизнь, узнал Павел Игнатьев. Добавлю, что репортаж был снят до введения режима самоизоляции. Педагог по образованию и парикмахер по призванию. О собственном деле Татьяна и не мечтала, пока не узнала про соцконтракт. Документы оформила быстро. Деньги практически сразу поступили на счет. Теперь наводить красоту жители Лаишевки приходят именно к ней. Жители еще не сняли, как говорится, шапки. Не так было тепло на улице. А вот последнюю неделю, две недели, ну даже последнюю неделю, как вот начало солнышко пригрывать, и, соответственно, люди пошли, пошли и пошли. За работу она взялась основательно. У многодетной матери дел не в проворот. Пока Татьяна заботится о клиентах, дочери заботятся о ней. В рабочем кабинете пока только три сестры, четвертая еще подрастает. Без их помощи было бы куда сложнее. Они приходят, помогают мне навести весь порядок, нянчиваются с малыми детьми. Убираются, приносят еду и сами украшают салон. Художественное оформление кабинета девочки взяли на себя. Мы с вами рисуем картины. Вместе с ней нарисовали картину, там, где луна, дерево и кот. Ночью. Да, Оль? Золотые руки мастера оценили не только клиенты. Рядом с детскими рисунками на стене красуются ее первые награды. На конкурсе парикмахерского искусства Татьяна завоевала призовое место. А вместе с ним уверенность, что и победа не за горами. Павел Гнатьев, Александр Абрамов. Вести Ульяновск. Из села Лаишевка.